Всем привет дорогие друзья, это XBT.com и передача XBT Live напрямую из Шенчженя. Сегодня хотел бы рассказать вам про игровую клавиатуру Velocifier VM-01. Интересна она прежде всего тем, что стоит она дешевле 50 долларов, она механическая и при этом еще и с подсветкой. Интересно, смотрим дальше. Вот так вот выглядит сама по себе клавиатура Velocifier VM-01. На мой взгляд очень прилично. Здесь матовый черный пластик, практически классическая форма, за исключение вот этого небольшого скоса. Мне нравится, когда на клавиатурах нет каких-то лишних деталей, лишних частей и каких-то дополнительных крутилок. То есть самые-самые классические подходы к клавиатуре, они на мой взгляд самые лучшие. Буквально пару лет назад у людей кончились деньги. И как это не парадоксально, продажи игровой комплектухи пошли наверх. Почему? Потому что люди решили, что ну ладно, теперь я не поеду в Париж, не поеду в Америку, куплю себе клавиатуру, куплю себе ноутбук помощнее и буду два года шпилить в виртуальные развлечения. С клавиатурами случилась вообще странная история, потому что долгое время игровые клавиатуры — это был какой-то такой премиальный продукт. Фактически переключатели для игровых клавиатур делала только компания Cherry. И эти переключатели были дорогими. Найти в продаже клавиатуру с настоящими переключателями Cherry дешевле, чем за 100 долларов, это практически невозможно. Нет, конечно, это получалось у компании Xiaomi, например, это получалось у Cougar, но тем не менее это скорее было исключение, чем правило. Поэтому за дело взялись китайцы. Они стали делать свои переключатели, полностью копируя механику и даже называя их абсолютно так же. Так вот клавиатура Velocifier VM-01 — это клавиатура на переключателях Brown, но не Cherry. Клавиши с углублениями и с характерным ходом для кликеров Brown, то есть они достаточно легко ходят, в отличие от Black, например, и не щелкают. Кто-то говорит, что кликеры Brown — это лучшие кликеры для игр. Ну вот для них, наверное, эта клавиатура подойдет. Обратите внимание, что так как клавиатура у нас бюджетная, то никакого съемного USB кабеля нет. Тем не менее он сделан вот в такой вот оплёточке и есть вероятность, что в скором времени он не рассыплется. Также здесь нет никакой возможности регулировки угла наклона. Здесь сразу обычные резиновые ножки. Никаких выдвигающихся штук тут нет. Ну давайте посмотрим на клавиатуру в активированном виде. Я подключил к китайскому ноутбуку CivilTop, по которому у нас тоже будет в ближайшее время обзор. Это довольно прикольный игровой ноутбук с алюминиевыми поверхностями и с четырехъядерным процессором с 960M и при этом не очень дорогой. Так вот, я подключил клавиатуру. Как видите, здесь достаточно яркая синяя подсветка. Точнее, она не синяя, она даже скорее цвета морской волны. Можно регулировать уровни подсветки. Максимальный, средний и отсутствие подсветки. Можно включать всевозможные эффекты подсветки, если вы хотите перед кем-то покрасоваться. И скорость этой подсветки можно регулировать, сделать скорость изменения эффектов быстрее или медленнее. На мой включаем подсветку и играем. Благо, выглядит она достаточно приятно. Тут есть также несколько дополнительных функций, которые могут пригодиться геймерам. Например, с помощью FNW мы меняем стрелочки с WASD и с помощью FNW мы выключаем работу вот этих дополнительных кнопок, которые вам в играх могут помешать. Остальные все комбо клавиши, они нанесены сверху и есть вот в этой инструкции, которая у нас идет вместе с клавиатуркой. В общем, вот такая вот клавиатура Velocifier VM-01. На мой взгляд, она прилично выглядит и у нее хорошие тактильные ощущения, она крепко собрана. Если покупать какую-то китайскую клавиатуру, то, наверное, на эту стоит обратить внимание. Вообще же, с этой клавиатурой очень интересная история. Дело в том, что изначально она выходила на американский рынок и это вроде как американский бренд. Он продается на Амазоне, есть много видео обзоров от всевозможных американцев, которые покупали эти клавиатуры. Кстати, они неплохо отзываются. И после этого ребята решили вытащить этот бренд и в Россию. В общем, посмотрим, как получится у ребят из Velocifier'ов продавать эти клавиатуры в России. На мой взгляд, продукт достойный для того, чтобы купить эту клавиатуру дешевле. Ее цена составляет около 50 долларов, с купоном будет меньше. Идите вниз, там, вниз в смысле, под видео, конечно же. Идете под видео, там есть код купона, переходите по ссылке, вводите код этого купона и получаете клавиатуру дешевле. Продает ее компания Gearbest. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, это ixbt.com, напрямую из Шэньчжэня, с передачей ixbt Live. Расскажите также по поводу клавиатуры Velocifier, и что вы думаете об американских брендах, которые делаются только в Китае. Вот, например, iPhone. Нет, iPhone разрабатывается, конечно же, не в Китае. Есть очень много таких брендов, в том числе и Velocifier. Выскажите свое мнение, ну и пишите что-нибудь еще. Нам важно, что вы думаете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok